До инших тем. Больничные листы контактам первого узровня у пациента с COVID-19 теперь могут выписывать не только представники санитарно-эпидемиологической службы, но и терапевты. Это вызначено постановой Саумина номер 705 от 7 Снежня. Сейчас факт наявности у гражданина контакта и его узровень может быть усталеванный мониторинговой группой поликлиники подчас наведывания по месту жихарства обознаходжения пациента с COVID-19. Сегодня у Гомеля працует 39 контактных бригад, у которых выходят терапевты, помощники урача и медсестры. Сегодня внесены поправки в действующее законодательство, которые позволили расширить полномочия работы специалистов контактной бригады. И тем самым вводится новое понятие домашний очаг. То есть, если совместно проживающая семья имеет одного пациента, одного члена семьи больного ковидной инфекцией, остальные члены семьи являются контактами первого уровня. И для этого на сегодняшний день нет необходимости дожидаться эпидемиологического расследования санитарно-эпидемиологической службы. А автоматически контактная бригада фиксирует всех совместно проживающих членов семьи и передает их, формирует список контактов первого уровня. Работающим членам семьи заболевшего ковидной инфекцией, отнесенным к категории контакты первого уровня, которые не имеют симптомов, дополнительно каких-то обследований и анализов не назначаются, а сразу открываются лестные трудоспособности на 10 дней. Но при этом выдается памятка по самоизоляции. И в списочном составе контакты первого уровня передаются в контактные центры для дальнейшего наблюдения, в том числе по телефону. Ежедневно вам поступит звонок из контактного центра для уточнения состояния и оценки дальнейшей тактики ведения этого контакта первого уровня. Поэтому дополнительно ходить в контакты первого уровня в поликлинике или в больнице, или в том числе в частные центры, нет никакой необходимости. При появлении симптомов у контактов первого уровня необходимо об этом сразу же сообщить врачу контактной бригады, который будет навещать с определенной периодичностью больного ковидной инфекцией, либо по телефону в регистратуру.